Ах, Израэль, Адонар, Хэлло, Хэйну, Адонар, Хэхан. Знаете, когда я думаю об этом, мы сразу понимаем, что это особенное время. Друзья, наше празднование Песоха, я думаю, не должно быть в печали. Это радостное вспоминание о том, что произошло с нашим народом в истории. Поздравления в интернете будут сыпаться каждому из вас. Все радостно будут поздравлять вас, особенно верующие, ваши соседи, ваши близкие, даже неверующие, те, кто знают вас, они будут радостно это делать. Потому что это радостный праздник, не так ли? Ой, что-то вы так сильно напряглись. Я считаю, когда будут вас поздравлять в интернете, я подумал, а вот какая может быть реакция в сегодняшнем мире, когда мы настолько толерантны фактически, или же такое слово опенеедит, имеем свою точку зрения на все. Вы замечаете, что в интернете на ваши какие-то комменты или же ваше восторг, как всегда найдется кто-то, что что-то напишет. Они думают, что это прикольно, это как-то так мудро, но это будет довольно неприятно. Один из примеров, давайте я покажу вам один из примеров, которые люди сегодня пишут. Например, вот как работают сети. Смотрите, я более предпочитаю манго, чем апельсины. Кто из вас любит манго? А кто любит лимоны? Несколько. А знаете, какой ответ может быть? Почитаем. Случайный человек вам в интернете может написать сразу. То есть, иными словами, ты говоришь, что ты ненавидишь апельсины. Вы это сказали или нет? Нет. А люди говорят, что вы ненавидите апельсины. Ты говоришь, что ты ненавидишь апельсины. Ты также забыл упомянуть, что есть у нас ананасы, бананы, грейпфрукты. Займите самообразование. Буквально потрясен этим. Что вы ненавидите все остальные фрукты, а любите только манго. Когда мы думаем об этом, мы даже не подозреваем, что люди могут так злостно относиться к этим вопросам. А что, если вы в вашем посте напишите? Я более предпочитаю Песох, чем Роша Шана. Имея в виду, что Божий отчет времени и календарного отчета праздников Господних имеет основание в Библии. Что это первый особенный праздник о свободе, милости. И понимаете, что это Божий праздник, а не вавилонский просто календарь Нового года. В ответ вам скажут следующее. То есть, иными словами хотите сказать, вы ненавидите Роша Шана? Вам вы вспомните Кипур, Тубишва, Сукот, Саваот. И вообще нужно понимать, что Рождество, Бали, Рамадан, Новый год. Займите самообразование в мире. Очень много хороших праздников, друзья. Я потрясен вашим невежеством. К другим религиям толерантность должна быть, а не сектантство. Вам могут такие слова написать, но все-таки, знаете, мы сегодня пели интересный псалом, который взят из Откровения. Откровение Иоанна. Дух и невеста взывает, что? Приди. Приди. Такое состояние в нашей душе, что, Боже, поскорей бы. Вот все закончится. Как будто мы идем к этому Откровению Иоанна с семимильными шагами, что вот скоро, кажется, откроется, человек погибели. И вот он вот-вот уже на пороге. Где-то он уже станет проявляться, этот Антихрист. И все же история исхода не может быть забытой, как и смерть на кресте. Когда мы празднуем Песох, мы вспоминаем исход, но так как верующие люди, мы в параллели, как мессианские евреи, проводим вместе с исходом и смерть, и воскресение Ишуа из мертвых. Это был Божий подарок всему человечеству. В прошлый раз я затронул историю Авеля и Иешуа, помните, да? Я сказал, что перед Песохом я еще сделаю, как бы, вот две такие темы. Когда я смотрел на эти темы и посмотрел, что первая книга Бытия, Барашид, конкретно указывает нам на Иешуа. Некоторые моменты очень яркие Иешуа. Я подумал, если первая книга у нас есть, это у нас Бытие, но для верующего человека в Иешуа Мессии мы пользуемся Библией и Новым Заветом, то есть Танахом и Новым Заветом. А может ли какая-нибудь связь быть с последней книгой Нового Завета под названием Откровение Иоанна с праздником, который мы называем Песох? Возможно ли какие-то эти сходства? И тут, знаете, я посмотрел, как будто некий знак, как будто, знаете, X или Y такой, перевернутый крест. И я начал задумываться, неужели есть какая-то связь Бытие и Откровение? Вопрос, какой исход? Какой исход? Самое важное событие, Писание, событие, которое определило народ и изменило страны, это Песох. Реально, это то, что предоставило или создало Божий народ как народ. И проекцией будущего стала той точкой изменения всех народов. Внешний, не только исполнительный, для нас вот понятие избавления от Египта, от рабства, но и событие стало тенью раскрываемого обещаниям Мессии Ишуа в грядущих тысячелетиях. Именно Песох раскрывает будущее через тысячи лет. Когда мы желаем вообще смотреть на жизнь человека и узнать, а что вот такое, что значит человеческое сердце? Ну вот чем оно питается, кроме кровью, которая чтобы жить? Потому что мы чувствуем внутри себя и любовь, и ненависть. Мы чувствуем переживания не где-то в голове, а вот где-то вот тут, вокруг. И мы говорим, это сердце. Если мы хотим узнать, что такое сердце, тогда нам можно спокойно, свободно взять истории исхода евреев из Египта. Фактически, это удивительное время, когда Бог за одну ночь изменил народ, который был рабством или раба, в абсолютно свободного человека. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что у евреев ничего не связывало уже с будущим еще. Ну, имеется в виду, они не знали, куда идут. Они никогда не были присоединены к той земле, кроме обещаний, которые они имели. То есть, понимаете, когда мы как иммигранты живем где-то в разных местах. Кто-то ездил за границу, правда? Где-то пожил у соседей или у родных где-то месяц или две недели за границей и тянет домой. Вот тянет домой. Почему? Потому что это знакомое. Что-то, что нас влечет обратно. А этих людей абсолютно, они были рабами и за одну ночь. То есть, вышли, они свободны. Ничего их не тянет, ничто их не обременяет. Понимаете, о чем я говорю, да? Это удивительно. Но история исхода неоднократно подчеркивает ропот. Постоянное недовольство, выражаемое бунтом против Всевышнего. Через исход мы видим, как проявляется сердце человека, сердце Израиля, любого еврея, а также всех остальных. Наш народ стал заложником и рабом неверия. Абсолютно. Сердечное негодование привело к тому, что они ишли к заветной цели 40 лет. Сердечное состояние сердца. И, наверное, я хочу сказать так просто, неверие – это грех, который оставил 99,8% населения, вышедшего из Египта, в пустыне. Оставило полностью в пустыне. Я хочу сказать, чтобы вы понимали это. Наш народ стал заложником рабства неверия. Несмотря на удивительное избавление, чудеса и знамения, получив Тору, написанную своим Богом. Если вы помните, Бог дал скрижали Моше. Даже наш народ слышал голос Божий у горы. И все же поражает, что наш народ так быстро пришел к грехопадению в ропоте, в состоянии сердца. Он не только разрушил завет, пренебрег чудеса, которые Бог сделал в Египте, выводя их из Египта. Он также создал себе золотого тельца, чтобы тот вел их в пустыне. Меня, по сути, раздирает любопытство, куда бы тот золотой тельцик бы довел, если Бог обещал, что он выведет и приведет в землю обетованную. Да, конечно, вы скажете, но ведь были же раскаяния. Красносрочные или короткие такие моменты в жизни Израиля были раскаяния. Но была ли этот шувам путь покаяния? Как мы понимаем это сегодня. Если мы будем далее следить за израильским народом, они вошли в обетованную землю. И наш народ в обетованной земле делает то, что мы не могли бы представить себе. Наш народ отвергает Бога, который вывел его из Египта. Сказать, я не понял. Ведь мы же все-таки имели храм, и саддуки, и фарисеев, и законы. Мы же имели все. Но давайте посмотрим. В первой книге царств порог Самуил стал перед выбором недовольного народа Израиля. И там написано, 1 Царств 8 глава 7 стих. И Господь ответил ему, делай то, что говорит тебе народ. Они отвергли не тебя, они отвергли меня, они не хотят, чтобы я царствовал над ним. Это отвержение. Отвержение Бога, как царя, указывает на недоверие Всевышнему. Как сильно испортилось сердце человека. Недоверие Богу, которого ты не веришь. Верить надо Его постановлениям и позаследовать. Они отвергают, чтобы не следовать. Отвержение Иеговы, чтобы Он не властвовал над ними, открывал путь коррупции и убийством царского наследия. Мы видим, что-то происходило. Один постал против другого, убивали наследников, вырезали целые семьи. Эта картина также указывает нам на историю Песоха в Иерусалиме. Где народ, отвергая наследника престола Давида, предавая его на смерть, отвергая его господство, подвергая себя зависти и коррупции. Но они кричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распнул? Пересвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. Покожая картина. Картина отвержения. Как ни парадоксально, но крайне испорченное человеческое сердце нуждается в исправлении. В некой операции, которую только может сделать Машех. Когда у меня был инфаркт, мой доктор сказал после исследования, говорит, у тебя 13% твое сердце каменное, а остальное еще живое. И я думаю, что для Израиля необходимо было не пересадка сердца, а обновление. Бог дал Израилю путеводитель в жизни, Тору, но 10 заповедей без хирурга по имени Ишуа недостаточно. Да, вот, наверное, было. Им нужен был тот хирург, который в целом спасет все человечество. Только Мессия может разорвать это кольцо смерти и непослушания. Только Машех. Спасение необходимо для человечества не заключается в внешнем сценарическом образе Освободителя. Потому что для них они представляли, придет в Машеях личность, сценарий, которые они предсказывали, что с ними, скинет с нас и рабство Египта, Вавилона, Рима, фашизма, империализма, коммунизма, патенизма, что бы то ни было. В личности свергнувшие оковы всяких измов. Люди усматривали сценический образ. Но я скажу так, нам нужен изменение. Освободитель во внутреннем освобождении человека, человеческого сердца от оков эгоизма, гордости, цинизма, восстановления мира между Богом и нами. Нам нужен был Машеях. Большинство из вас, большинство верующих и те, кто смотрит нас в прямом эфире, я надеюсь, что вы верующие, если нет, то будете скоро. Они верят, что Иешуа посредством пасхального приношения себя в жертву стал агентцем Божиим. Исполним прообраз пасхального исхода из рабства греха. Мы все это верим, правда? Потому что мы видим эту параллель. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, ибо Песох наш, Иешуа, закланы за нас. 1 Кориффина, 5 глава, 7 стих. Мы это понимаем, мы знаем. Его смерть и воскресение являются нашей безопасностью и гарантией восстановления отношения с Богом. Вы согласны с этим? Я верю в то, что через его смерть и воскресение из мертвых он стал этим агентцем, который примирил меня с Богом, и он становится гарантом моих отношений с Богом. Потому что Писание об этом говорит. Исполняя предсказания, Иешуа гарантирует верующие в него новые отношения с Богом. Он есть первый плод воскресения, дабы нам последовать его примеру. Мы также будем воскресены. Если мы верим, мы понимаем, куда мы идем. Но Мессия воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Мессии все живут. Каждый в своем порядке. 1 Коринфянам 15 глава 20-20 стих. Я вам прочитаю параллель первых плодов, праздника первых плодов. Левит 23 глава 13 стих. В день возношения снопа, то есть когда его поднимает, принесите во всесожжение Господу Агнца однолетнего без порока. С ним хлебное приношение, две десятых части Ефы, пшеничной муки, смешанной с елеем. Чисто. Это просто елей и хлеб. Больше ничего. Нет закваски. В жертву Господу приятного благухания и возливая к нему четвергина вина. Когда я посмотрел на это, я сказал, это же Песах. Это то, что мы сегодня почти делаем, когда мы вспоминаем, то есть приносится этот сноп, возносится. Ешуа говорит, когда я буду вознесен, я привлеку к себе. Я смотрю на эти вещи, говорю, неужели это параллель такая явная для нас, чтобы видеть Ешуа как Мессию. Через 50 дней после Пасхи, после Песаха, мы празднуем Шаваот, в Римислав Пятидесятнице, эти два события важны для человечества. Не только по причине избавления и прощения, которому нужно верить, и излияние Духа Святого, но и тем, что они указывают нам на особые ситуации, которые произойдут, и они неизбежны. Они указывают на будущее. Теологи всего мира, то есть я верю, христианские теологи всего мира, усматривают в этих праздниках события последнего времени. В этих двух праздниках. У нас Песах и Шаваот, излияние Духа Святого. Это продолжительность Песаха. И они видят последние времена. Иначе говоря, они говорят, это праздники приближения апокалипсиса. Слово очень интересное. Греческое слово апокалипсис означает новые знания, раскрытие, откровение, снятие покрывала. Снятие покрывала. В наших с вами Библиях, когда мы читаем откровение Иоанна, мы чаще всего замечаем второе пришествие. И что будет в конце времен? Мы иногда пытаемся тактовать, что это уже это время настало. Я помню, когда в 1989 году, кажется, да? Нет. Да, в 1989 взорвался Чернобыль. Помните, да? И я помню, как эти заголовки, которые Чернобыль, еще один из переводов, это Полынь. и начинает, упала звезда по имени Полынь, и там погли люди. Тогда уже были пророчества что-то в последнее время. Если вы хотите посмотреть это, можете поискать в интернете. Но я хочу сказать, что нам нужно понимать, что откровение это раскрытие, это снятие покрывала. Когда мы говорим об откровении Иоанна, мы понимаем, что Ишуа придет второй раз. И Ишуа как царь. И все-таки, что может связывать исход из Египта и с приходом на шеяха? Что это может нас связывать? Итак, давайте мы, думая, оставляя в голове об Песахе, исход евреев из Египта, мы посмотрим в книгу Откровения и, возможно, мы найдем непосредственную связь. Возможно. Если вы хотите записывать, я вам предлагаю записывать. Помните, что народ Израиля находится в Египте. Когда он находился в Египте довольно долгое время, возвал к Богу за свое рабство, за свое состояние, в котором они находились. И Бог его услышал. Правда? Или нет? Они вопили. И тот крик душевного отчаяния от физического угнетения мы встречаем через все Писание. народ Израиля был притеснен другими народами. Взывали и Бог отвечал. Или же к ним несправедливо относились. Взывали и Бог отвечал. Помните, да? Откровение Иоанна, 6 глава. И его запилили они громким голосом говорят, а коли владыка святой и истинный не судишь и не мсти живущим на земле за кровь нашу. Интересно. Египет крик души это к Богу когда будет мы устали. Господи, когда ты избавишь нас. И вот знаете, когда мы смотрим на Египет и на откровение, мы можем увидеть несколько вещей. Образ фараонов книги исход напрямую отражает лик сатана, да, мы говорим это враг и тут для верующего человека невозможно это не увидеть. Мы всегда сопоставляем фараона, господаря такого, да, или царя, который угнетал еврейский народ. Мы говорим и когда были гречниками мы были как в Египте под властью фараона и понимая что мы были под властью сатаны. Это тот который издевался над Божьим народом превозношаясь выше Бога. В 13 главе Откровения мы видим подобную личность в личности Антихриста, которому поклоняются люди, которые будут сравнивать себя с Богом. Даже они воспоют песню Моишмаше кто подобен Богу Богу нашему. Помните Мириам ее пела, взяла бубен и пошла. Так же сама будет песня кто подобен зверю. Нету никого. То есть они превознесут его. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. Откровение Иоанна тряса глава 6 стих Я не буду пересказывать многие вещи но хочу чтобы увидели параллели. Его вид будет подобен ангелу света то есть этого антихриста прикрывающий зло и насилие но истинной его целью будет уничтожение народа Божьего народ который искуплен кровью агонца истинный истинных последователей мессии через все откровение посмотрите это будет борьба против Божьего народа спасенного народа в откровении 11 главе мы видим двух свидетелей помните да два свидетеля и дам двум свидетелям моим и они будут пророчествовать 1260 дней будучи облечены в ретище а какая-то параллель с Египтом тут мы можем провести параллель с египетскими казнами и во времена Моисея и Аарона они походили двое интересно да и что происходит они имели власть затворить небо я вот читаю вам откровение Иоанна 11 глав 6 стих чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их и имеют власть над водой прекращать их и превращать их в кров поражать землю всякой язвы когда только захотят кровь превращать воду в кровь два свидетеля Ароны и Моше пасхальные казни Египта явно описаны они в конце времен мы можем повести параллель событий перед вторым пришествием Мессии пошел первый ангел и вывел чашу свою на землю и сделала жестокие и отвратительные гнойные раны на людях имеющие очертание зверя и поклоняющие образу его откровение 16 глава 2 стих они взяли пепло из печи и предстали перед лицом фараона Моисей бросил его к небу и сделался воспаление воспаление и на рыбы на людях и на скоте удивительно когда я читал это думаю господи какая параллель какая параллель второй ангел вывел чашу свою в море и сделалась кровь как бы мертвеца и все одушевленные в море умерло откровение 16 3 стих тогда говорит господь из всего узнает что я господь вот этим жезлом который в руке моей я ударю по воде которая в реке и она превратится в кровь исход 7 глава 17 стих 5 ангел вышел вылил чашу на престол зверя и сделалось царство его мрачным то есть мрак покрыл его царство и они кусали языки свои от страдания откровение иоанна 16 глава 10 стих и сказал господь моисей простри руку твою к небу и будет тьма на земле египетской связан осязаемая тьма исход 10 глава 21 стих удиви я когда читаю это знаете вот впечатлены этими параллелями откровения важно заметить что бог сохранил народ в своей египте в гешеме а те кто поклонялись фараону чтили его своим царем и богом были наказуемы на бог хранил свой народ в откровении иоанна мы видим что бог хранит остаток верного народа тот кто не поклонится антихристу но все казни изливаемые на народы поражали тех кто приняли начертание зверя на тех кто сделался и делались сделали его своим царем и богом поклонились ложному избавителю одетого в одежды мессии который скажет мир вам мир вам и не будет мира примиряя всех все происходящее в обоих сценариях приходят финальной части важной части это избавление как нам отсюда выйти что дальше должно быть в исходе мы читаем что кровь агнца нанесена на косяки дверей израильтян они стали той защитой для того чтобы ангел смерти прошел мимо в настоящее время каждому из нас те кто верит вешу о мессии мы читаем в римлянам 5 глава 9 стих а и сейчас когда мы оправданы его кровью мы тем более будем спасены им от божьего гнева секунду если мы оправданы если мы верим если мы знаем что мы его то мы будем избавлены от божьего гнева римлянам 5 глава 9 стих все мы принявши верность смерть и воскресенье ишуа мессия как агонца божия имеем копород мы назвали на иврите покрытие над собой его кровь избавление спасаемся от вечного суда и вечной смерти мы с вами будем избавлены я хочу чтобы вы понимали это будущее это то что Бог говорит мы будем избавлены как во время египетского исхода так и последнее время будем избавлены потому что есть ток штамп или тот та печать которая на нам на нас в исходе народ божий вышел из Египта но фараон решил уничтожить их на пути в обитованную землю послав многочисленную армию вы помните да мало того что они ушли мало того что египет страдал мало того что там происходили происходил беда фараон не был удовлетворен тем что он просто отпустил их что они просто взяли и ушли в одну ночь он взял всю свою армию и пошел чтобы что сделать как вы думаете поздравить их с выходом сделать красную дорожку положить нет чтобы полностью уничтожить раскрыв море для своего народа бог закрыл его над головами фараонов армии вояк которые пришли народ божий уничтожить погубив именно последнюю надежду фараонов погубив последнее желание фараона уничтожить божий народ таким образом бог освободил свой народ от преследования от врага от зла полностью отсек уничтожил в красном море всю армию фараона в откровении Иоанна есть подобное описание последнего сражения триумфального возвращения победы нашего Машеха Ишуа и увидел я отверстие неба и вот конь белый сидящий на нем называется верный и истинный который праведно судит и воинствует откровение Иоанна 19 глава 11 стих я там пропускаю некоторые стихи специально чтобы за имение времени на одежде и на бедре его написано царь царей Господь господствующих дальше почитаю еще два местописания и увидел я зверя и царей земных и воинства их собраны чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его и схваченный был зверь с ним же лже пророк произведяший чудеса перед ним которыми он обольтел принявших начертания зверя и поклоняющие его изображения оба живые брошенные в озеро огненное горящие чем серые как вы думаете похоже покрыл их водами серными уничтожил откровение Иоанна 19 глава 19 20 стих вы знаете что суды божьи не лимитированы лишь одним народом одним местом происходящего суда как как Египет в конце времен мы тут видим мировое значение и мировую карту последнего времени что будет происходить если в те времена только на Израиле и на Египте Бог открывал будущее то сегодня по конце времен мы видим картину всемирного избавления из всемирных ситуаций есть выражение история отцов урок сыновьям я не знаю если вы слышали это нет история отцов история которую прошли урок для сыновей и то что произошло с нашим народом Египте отражение истории продолжение урока которое последнее время будет в этом мире и что открывает откровение Иоанна хатологический Бог мог избавить народ свой из рабства разными путями помните как уже в числах не числах а уже в первое второе там книги царств потом пропоминован ситуации где Бог сталкивал врагов где люди вообще были слепые да слепые народ проходил Бог мог сделать что угодно тихо ночью стали кошелочку в ручке да и пошел через границу утром Египет проснулся а евреев нет мог бы сделать так мог и никто может быть даже не заметил какой-то была бы амнезия где были евреи в это время но знаете но Господь ожесточил сердце фараона и он не послушал их как и говорил Господь Моисея вопрос зачем зачем Богу ожесточать сердце фараона чтобы тот не отпускал народ несмотря на все казни которые они проходили когда мы рассуждаем над судами египетскими судами откровения мы можем предположить идея может прийти что Богу интересно развлекаться и наслаждаться большим уничтожением грешников и бутарей можем сказать Богу просто ну как бы так классно посмотреть как будут страдать все грешники вот об этом он издевается всякими казнями над ними как и над египтом так и в последнее время но наказание имеет глубочайший смысл больше чем мы можем представить в египте Бог посмеялся над идеалами и чередейством египтян над идолами египта через свой завет верный завет и вечный завет народом своим Бог Бог взял народ бывших пастухов с иудейских равнин где жил земле страсований Авраам униженных презренных египтянами и сделал их могущественным народом множественным народом Песох был пробуждением чтобы сделать народ своим Песох был пробуждением чтобы народ последовал за Богом а не опирался на свои силы часто мы опираемся на свои силы на свои знания но нам нужно пробуждение чтобы следовать за Богом здесь мораль мораль египетских казней и откровения знаете в чем в том что Бог Он любящий Отец наш Бог Он любящий Отец потому что в притче 3 глава 12 стих говорит ибо кого любит Господь того и наказывает и благоволит тому как Отец к Сыну Своему я верю что это картина картина смирения для человечества любящий свое творение Бог учит и дисциплинирует народы ставит их в стойло относительно себя Он Творец а мы Его творение по всей земле хотя когда мы говорим об исходе мы часто думаем об евреях только но в 12 главе исхода мы читаем что к Израилю присоединились другие народы другие народы так же самое как мы видим в откровении другие народы они присоединились к Израилю после всех казней это тоже важно понимать не до а после всех казней с ними ушло множество разного народа и огромное количество мелкокрупного скота исход 12 глава 38 стих они оставили комфорт статус из своих идолов последовали после всех казней присоединились с тем кто ушел в землю обетованную в которой никогда не был кроме там никто там не был кроме патриархов вы можете представить куда мы идем не знаю а что там будет бог обещал молоко и мед я тоже каждое утро люблю молоко и мед и булочку от этого счастья больше не становится вы поймите ситуация очень интересная нас не давно не должно удивлять того что бог любит египтян даже потому что они сделали с евреями потому что Исаия 19 глава 22 стих говорит и поразит господь Египет мы уже знаем поразит и исцелит они обратятся к господу и он услышит их и исцелит их не нужно удивляться что бог любит народы не нужно удивляться что бог любит свой народ зачем всевышнему поражать исцелять Египет интересно чтобы возродить его к себе вернуть и благословить его и это невозможно без Машеха невозможно в тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию благословение будет посреди земли Исаия 19 глава 24 стих бог говорит я возобновлю я благословлю я его избавлю когда мы рассматриваем египетские казни происходящие в откровении Иоанна как зловещие наказание миру за грехи за падение и неприятие Мессии мы должны сознать что это всего лишь Божий метод благовестия это Божий метод спасения всех остальных народов каким образом происходящие казни для тех кто стал остатком в откровении с открытым сердцем и открытым ухом чтобы слышать Божью любовь к своему творению чтобы принять Божью милость и безопасность в надежде на него для тех кто подобного времена исхода последовали вот последнюю минуту могли бы зажечь искру в себе в надежде спасения от казни послушайте что дальше говорит Иоанн и увидел я другого ангела летящего посреди неба который имел вечное Евангелие чтобы благовестствовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу происходящее в откровении Иоанна казни над миром подобны во времена исхода чтобы люди которые видели что Бог делал с казнями над Египтом могли в последнюю очередь с надеждой примкнуть Божьему народу и стать частью благословения и выйти из Египта и стать частью благословения в обетованной земле так же и здесь в откровении когда народы будут проходить эти трудности переживая по всему миру то с надеждой они будут смотреть открыты своим сердцем чтобы увидеть последнюю минуту где есть эта надежда что есть Бог который выведет их из этих обстоятельств спасет и ведет свое царство нам нужно видеть это нам нужно изменить перспективу нашего земного царства на царство нашего Бога и Отца помните что в нашем настоящем доме нас ждет отец наше обетование земли не только есть в Израиле но там где Господь Господом и царем будет Машиях Господь Саваоф Ишуа наш царь и наш Агнец Божий и помните с надеждой что Бог искупляя все Он искупляет для себя Он не искупляет все для вас чтобы вы пользовались как говорится в некоторых и достояние неправедных достанется праведникам давайте мы будем конкретны сегодня если вы не уможете и не умеете пользоваться автомобилем вам достанется какой-то Мерседес что будет толку для вас но знаете что Бог делает Он искупляет все для самого себя не для нас как я уже сказал но себе и мы должны усмотреть в этом уникальный момент который записан в Откровении Иоанна 21 глава 4 стих отрет Бог всякую слезу сочи их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее пошло обетованная земля не предусматривала боль смерти болезни усматривала благословение которое Бог приготовил для своего народа это прообраз последнего времени сегодня пусть наши трудности они покажут нам где наше сердце пускай прольется свет на то что для нас есть Евангелие что Господь приготовил для нас как я уже сказал что вы начнете получать разные письма ваши поздравления на Песах но знаете если вы скажете я предпочитаю Ишу больше чем всех остальных богов вам всегда кто-то напишет значит ты не веришь божественность Будды Кришны Мухаммеда А еще Конфуция Зороастризм Гороскопы Ты что не веришь эстрасенсам Вы просто невежда сектант Вы невежда всех естественным Займитесь самообразованием Ведь вы же знаете к Богу много путей а не один ваш сектантский На Песах у нас только одно послание Ишуа наш Песах нет другого и другого не будет я надеюсь что мы сможем с вами пройти этот путь посмотреть на то что Бог приготовил для нас побеждающим наследует все и буду ему Богом а он будет мне сыном Откровение 21 глава 7 стих и мы скажем Марината да будет так гради Господи Ишуа я верю что в предпасхальные дни которые мы с вами будем праздновать особенно седр не станет для нас еще одним поводом собраться покушать и потом сказать конечно нас хотели убить мы победили давайте поедим может для кого-то это и так но когда я думаю о Песахе я думаю об Авеле пастухе когда я думаю о Песахе я думаю об исходе в Иерусалайме распитом униженным оплеванным оскорбленным Машея Хамешуа когда я думаю о Песахе я думаю о будущем этого мира что наше благовестие истинного Машея Хам и нет другого имени под небесами которым можно будет спастись и если нас пугают наши оппоненты разными высказываниями унижениями и мы боимся сказать что есть только один путь одна истина и его имя Иешуа нам нужно задуматься где наш Песах что нас ожидает а возможно мы уже в последнем времени и возможно уже изливаются эти казни на этот мир я не пророк и не собираюсь им быть чтобы предсказать когда это произойдет и когда Иешуа придет я просто хочу вам сказать что мы живем особенное время где Песах как перекресток соединяет нас с бытие Иерусалимом с откровением с исходом из Египта и на этом кресте может быть только один о котором говорит Исаия 63 мы можем презирать его ни во что ставить мы даже можем думать что это Бог его наказал но Он взял мой грех Он взял мои поругания мое проклятие взял телом своим чтобы я был свободный и если есть здесь люди которые не отдали свою жизнь Богу в эти пасхальные времена когда мы говорим о Ишу как агентстве Божьем послушав мои проповеди первую об Авеле и сейчас вы хотите изменить свою жизнь потому что друзья времена лукавы время бежит очень быстро ты еще не успел повернуться уже завтрашний день а возможно этот день не сможет вам настать возможно вы не откроете ваши глаза до завтра утром и вопрос стоит в том где ты Египет или обитованная земля что тебе может помочь в твоих бедах кто может тебя вывести из твоей тьмы в свободу которую дал Господь задай этот вопрос себе Будда Кришна Мухаммед астрологи колдуны они они всего лишь творения которые пытаются занять место Бога а есть тот кто клялся собой что он тебя не оставит не покинет ставши наши ноги я бы хотел сегодня чтобы мы просто вошли в поклонение могли осознать будущее и настоящее в котором мы живем Песах что он для нас або я молю за каждого из нас и за себя прошу чтобы я не оставался черствую в своем отношении чтобы я не был подобен нашему народу который из-за своей строптивости огорчения своего сердца своего ропота на пути в обетованную землю не создал себе путь в сорок лет чтобы я не огорчившись в своем сердце не сделал себе идолов чтобы я Господь был благодарен за мой исход и что ты покроешь пучине вод всех моих врагов все мои искушения Господи как Израиль он не знал куда идет он не видел ту землю которую ты предлагал так и мы вешуа Мессии мы получили обетование вечности которое мы не видели но мы знаем что она есть что мы будем там где ты ты сказал я я иду приготовить вам место каждому из вас останься верным останься верным даже если смерть тебе угрожает даже когда тебя принуждают изменить свое мнение останься верным оба я молю о народе твоем что в это время Господь мы не сместили свой фокус фокус моего греха мы поднят над землей как сыном шах израэль адонна 헬로эйну адонна пер� греха и покоч eternal